Сейчас делают последнюю захватку на Фрунзенском мосту. Этим термином строители называют небольшие участки, которые нужно залить бетоном. Всего на мосту их 13, с двумя дополнительными по краям. После последней захватки рабочие приступят к защите конструкции от проникновения воды и начнут класть асфальт в два слоя. Бетонирование моста завершено. По словам подрядчиков, движение по Фрунзенскому мосту хотят запустить уже в сентябре-октябре. Но задействует только основной ход от шоссейной по Фрунзе. Мы с вами станем свидетелями исторического момента. Это бетонирование последней захватки в проезжей части пролетного строения Фрунзенского моста через реку Самара. На эту часть мы заказали порядка 245 кубов бетона. За 40 тысяч автомобилей в сутки выдержат. Это простоит не один десяток лет, я думаю, будет служить в Самаре. Помимо строительства моста, рабочие делают дорожные развязки. Их планируют сдать в октябре этого года. Всего ведутся работы на восьми съездах. Из-за раскопок на Хлебной площади пока мост будет работать без одного съезда. От Засекина в сторону Молдогвардейской. По словам подрядчиков, процесс трудоемкий. Если археологи найдут что-то ценное, то движение запустят без этого участка дороги. Это сложный трафик, но несущественно. Параллельно строят развязки в Куйбышевском районе. Ради этого пришлось перекрыть улицу Шоссейную. 1 сентября планируют запустить троллейбусную линию, популярный маршрут номер 6. Больше всех волнует эта развязка, левобережный транспортный узел, то есть Куйбышевский район. То, что сейчас больше всех волнует. Значит, по нему ведутся сейчас активно работы, чтобы запустить 1 августа автотранспорт. По съезду номер 1 по временной схеме, что облегчит движение на сегодняшний день. Большое спасибо за понимание всех жителей Куйбышевского района. Фрунзенский мост представляет собой шестиполосное, стали железобетонное строение через реку Самару, длиной 667 метров, с шириной проезжей части 22 метра. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит более 2,5 километров. Мост нужен, чтобы разгрузить дорожный трафик, ведь Самара становится больше, появляются новые районы. Мостовой переход свяжет Самарские и Куйбышевские районы, а жителям Волгаря и Южного города будет легче добираться до центра города. Также мост поможет разгрузить транспортные потоки в сторону федеральных автодорог А300 и М5. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События.